Продолжение следует... И они пили чёрный чай. Им было чертовски плохо в этом городе. Они ели чёрный хлеб и намазывали на него чёрное-чёрное масло. Ели, и на улице шёл чёрный-чёрный дождь. Они и сидели, и грустили. Иногда они набивались в автобус всеми этими воронами, набивались туда. И потом кто-то кому-то наступал на лапу. И они начинали драться. Кар! 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 Начиналась драка невероятная. Вы не представляете, что там происходило. Просто наступили кому-то на ногу. И если бы увидели автобус со стороны, и из него летели чёрные перья. Это птицы дрались за место. Вот так они и жили. Иногда ворон возвращался ночью домой с работы. Весь день он работал. Его встречала его жена, чёрная ворониха, и говорила, ну что ты, где шлялся? И бросала ему борщ в лицо. Он говорил, я работал. Она говорит, где деньги? Где деньги? Где деньги? Так жили чёрные вороны в чёрной деревне. И они приходили к себе на работу. Не каждому нужны были деньги. И если кто-то зарабатывал больше, они готовы были его просто заклевать. И вот однажды над этой чёрной деревней выступило жёлтое солнце. Представьте, прекрасное жёлтое солнце. Огромное жёлтое солнце. Лучи его пронизывали просто всё мироздание. А эти вороны, увидев это солнце, сказали, Поганое солнце! Зачем ты появилась на свет? Была же нормальная погода. Ночь! Зачем оно вышло? В нашем городе не бывает солнца! Что случилось? Что произошло? И тут один самый старый ворон, у которого была подзорная труба, посмотрел на солнце. О боже, что там? О боже, что там? Там кто-то летит! Кто же там летел? Они увидели огромного, огромного, огромного лебедя! Прекрасная птица летела, порхала, парила и махала своими крыльями. Не замечая ничего, в полном восторге, вдохновлённая птица летела над чёрным городом. Его мудрый, спокойный, добрый взгляд радовался лучам солнца. И солнце отражалось в его глазах. Но когда эти вороны увидели белого лебедя, они заволновались. Кто это? Кто это? Кто это? Кто это? Кто-либо его знает? Он хочет напасть на нас, мы должны уничтожить его вперёд! И тут, как по сигналу, женщины, дети, внуки, младенцы, собаки и маленькие котята, все начали вооружаться. Они начали надевать бронежилеты, доставать артиллерийские пушки, пистолеты, чтобы уничтожить этого лебедя. Они направили своё оружие прямо на лебедя, выстрелились все в ряд. Представьте, все до единого. И взрослые вороны вышли и начали говорить. Итак, дети, все жёны и мужья, повторяйте, мы уничтожим этого лебедя! Итак, мы уничтожим этого лебедя! Все начали кричать, маршировать, кричать. И в этот момент лебедь посмотрел вниз, и он подумал, вау, они приветствуют меня! Боже мой, мне за что такая честь? Я же просто, просто вышел полетачного полюбоваться солнцем. Они хотят поздороваться со мной, и лебедь начал спускаться к ним ближе, ближе, чуть поближе. И когда он стал приближаться, главнокомандующий воронов... Вперёд! На птицу! Нас атакуют! Контр-атака! Огонь! Огонь! Они начали стрелять в птицу, стрелять в белого лебедя, стрелять в белого лебедя! Все полетело, все полетело, яблоки, груши, пистолеты, гранаты, все, что только было под руками, все полетело. Лебедь смотрел и думал, ну ничего себе, в честь меня устроили... Такой фейерверк! Вот это да, какие мирные и хорошие жители! И чтобы вдохновить их, он сделал взмах крыльев и в восторге взлетел на десять тысяч миль вверх! Вверх! Прямо к солнцу! А вороны подумали, а трусливая птица испугалась! Мы победили! Мы победили, друзья! Слава! Слава! Чёрным воронам! Они встали, начали друг друга награждать орденами, вот так вот, пиши, медалями, вот так вот, подписывать разные грамоты и вносить в себя важные списки! И все, все вороны ходили с высоко поднятым подбородком! Они говорили, этот день войдёт в историю! Они поставили памятник этой птице! И сказали, мы уничтожили белого лебедя! А где был белый лебедь? А в это время, в это время там собрались ещё и другие жители! Там были не только вороны, их воронята, там были ещё дятлы, там были ещё курицы, и петухи, и гуси, и гуси, и чайки! И все собрались, и у каждого было разное мнение по поводу этого лебедя! И рыбки тоже там планы! И знаете, и знаете, старый-старый воробей, он тоже вышел, чтобы посмотреть на этого лебедя! И к нему подбежал маленький-маленький внук, воробушек такой, маленький-маленький! И он сказал, дедушка, Кирчирик, дедушка, скажи, кто это был? И дедушка сказал, дорогой мой внук, когда ты вырастешь, я хочу, чтобы ты стал Сила его, его сила в чистоте, его сила в красоте, в грации! Тем, кого не может коснуться чужая мысль, тем, кого невозможно оскверлить, он был подобен лотосу! И вот такая грязь стекала с него, потому что там была чистота и любовь! Они стояли, просто любовали! Они стояли, просто любовали! А лень ведь всё летал! И летал! И летал! И всю жизнь этот старый воробей думал об этом прекрасном лебеде. И тысячи лебедей наполнили небо. Они летали, порхали. И другие птицы стали к ним присоединяться. Все птицы, гуси, куры и маленькие куропатки взлетели в небо к лебедю. И вместе они наслаждались красотой солнца. И никогда черные вороны мыслей, плохих мыслей никогда не поберут. Не жили больше на гнездах их сердец. И каждый воробей имел свободу выбора. Кем же ему стать? Вороном или прекрасным лебедем? Лебедем! Выбор за нами, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.